Доброго вечера мы из Украины! Я рада приветствовать зрителей наших каналов! Гарри, Юрий Табах и моего Марии Максаковой в очередном и долгожданном выпуске программы «Американские горки». Гарри, здравствуйте! Здравствуйте, прекрасная Мария! Нам было в этот раз тяжело, мы с вами оба в походе, но мы все равно смогли встретиться, иначе бы у меня ничего не сложилось. Так что здорово, что мы все-таки вместе. Стабильность – признак мастерства, Гарри. Поэтому я не буду снимать время ваше и наших зрителей, сразу задам свой коварный, каверзный и, главное, совершенно неожиданный вопрос. Готова ли у вас горячая подборка свежайших американских новостей? Да. Я постарался их собрать, и некоторые из них интересные, интересная была неделя. Начну с хорошей новости. Это то, что израильтяне, израильская военщина возвращается в свою известную нам форму, и провели блестящую операцию, освободили четырех заложников, которые они очень подготавливались. И, конечно же, наверняка будет сделан фильм про это, писать будут книжки. То есть, опять сделали молодцы то, что они должны были сделать. Конечно же, сначала Министерство здравоохранения ГАЗа сказало, что там погибло 20 гражданских человек, потом 30, потом 240, потом 360. В общем, начали разгонять весь этот хайп. Этот главный их представитель Сен-Ваар, не представитель, а бандит, этот главарь Хамаса, хамасовских террористов, сказал, что они все равно все смерти, которые совершены гражданским населением. В Газе они этого стоят, потому что они все равно добились того, чего хотят, так как они сами победить Израиль не могут. Ну вот они смогут таким образом возбудить мировое общество через ООН, через интернешнл разные организации, что израильтяне совершают военные преступления. Они объявили сначала, что во время этой операции были совершены военные преступления, потом сказали, что нет, ну с обоих сторон военные преступления, то есть как будто там заложников нет, как будто они просто ворвались там и убили доктора и журналиста. Если вы доктор и журналист, почему вы держите у себя в доме с заложником? Какая-то идиотка, журналистка на BBC спрашивала у них, а почему не предупредили гражданских людей в этом доме, что будет, значит, налет на них, и поэтому они не смогли уйти, и они погибли. Ну это мы тоже Осама Бен Ладно, жены его не предупредили, и они погибли во время рейда, ну и так далее. Ну вот эти идиотские вещи, знаете, дают им такие, представьте, что это, значит, доктор там, какой там доктор был? Может быть, доктор Менгеле тоже был доктор? Ну если так говорить, или там журналист из Алджизира. Ну держали они заложников, поэтому они не комбатанты. Ну глупости вот эти. Короче, израильтяне сделали про красную лечь, и погиб там всего лишь один человек. Это был командир этого отряда, спецназа полицейского в борьбе с терроризмом, вот такое сходство с Энтеби. Вообще у израильтян другая схема освобождения заложников, чем у нас, или вообще ведение боя. У них много командиров гибнет, вот у них командиры почему-то все время вот в самом впереди, в самом острове. Есть, конечно, и хорошие стороны этого, ну, а, конечно, я вырос и воспитан в другой системе, в другом ведении боя. У нас как бы, ну, без командира оставить это случается, ну, желательно, чтобы командир остался при командовании. Ну, конечно же, всегда есть замена, незаменимых людей нет. Ну, и, в общем, Международный уголовный суд тоже начал говорить, что там военные преступления. Вот мне интересно, что палестинским в Газе Министерству здравоохранения, где прячутся террористы в школах, в домах, в больницах, им верят, да, и они там туннели провели под ними, под землю ООН, организовывали ООН, им верят, а вот Путину не верят. Вот то, что Путин говорит, это вранье все, а вот то, что из газа уходит, это как-то правда все. Интересно, что она одним террористам верит, а другим террористам не верит. И я вот как раз вспомнил, что когда-то вот этот Международный уголовный суд судил нас, судил американских военных. В моем случае это было в Югославии, в Сарьево, а так вообще-то в Афганистане и в Ираке. И тогда Трамп их санкционировал, засунул им санкции в одно место, и они сразу же перестали нас судить. Так как Израиль не может санкционироваться, вот они, видимо, решили, что это более безопасно. Вторая новость, что суд признал Хантера Байдена виновным во всех трех обвинениях, то, что он наврал на федеральном бланке, что он не использует наркотики, что он не наркоман, в тот момент, когда он был полностью в улете. И таким образом приобрел незаконно пистолет. Пистолет этот он возил, потом его, на тот момент, girlfriend его выкинула. Прям возле школы. То есть его три обвинения всего. У Трампа 34 обвинения, непонятно в чем. А то, что он незаконно имеет оружие и незаконно его получил, там три обвинения. Его признать, что они не делали, но и было невозможно его не признать. Потому что там выступала также бывшая жена его брата, или жена его брата, которая после его смерти брата стала его girlfriend или его женой, что он ее тоже подсадил на наркотики. И потом еще следующий его girlfriend, который говорил, что да, он тоже меня подсадил на наркотики и тратил там денег много, и все такое. И самое такое вот интересное в этом суде, смотрите, я не думаю, что ему дадут какой-нибудь срок, а если какой-то срок ему дадут, то он будет небольшой. Потому что, в принципе, да, он закон нарушил, но никто не пострадал от этого. В отличие от Трампа, он закон не нарушил, никто не пострадал, но хотят его посадить. И Хантера Байдена, они говорят, что вот эти две женщины, которые давали показания, которые с ним жили, им нельзя доверять, потому что они были на наркотиках с ним. А они подписали, значит, с ними был договор, что против них не будут это использовать, что они использовали на наркотики, если они дадут такие показания. И вот они крутят вверх таким образом. А криминальный человек, который врал под присягой, который своровал деньги у Трампа, который есть записи из свидетелей, которые говорят, он все время намеревался, что Трампа позади ли, как-то ему нанести ущерб, ему жюри все поверило по всем 34 обвинениям. Вот такие у нас, да, такая судебная система, и, конечно, у нас в стране люди в шоке от этого. Но это не самые большие проблемы у Хантера Байдена, потому что у него еще один суд. А теперь, когда у него еще один суд, так он уже рецидивист, он уже признанный нарушитель или признанный криминал. И во втором суде уже будут с ним, должны быть строже. А вот второй суд намного серьезнее. Он не заплатил налоги на миллионы долларов, которые он потратил на проституток, наркотики. И так далее. То есть он вот за это, его могут влепить реальный срок, когда он сядет. Второе. Что же у нас получается? Все время прилетает все бумерангом. Это, наверное, когда-нибудь из этого... Было бы смешно, если бы это было все не так грустно. В этот момент, когда его судят за нелегально, что он приобрел пистолет, и нелегально, что он его держал пистолет, что он обманул, что он не наркомат, его отец, президент Байден и вся демократическая партия борются сегодня в Конгрессе, чтобы усилить законы против того, чтобы такие люди, как он, не могли вот так легко купить оружие. Чтобы намного усилить контроль над продажей оружия. И в это же время его, Хантера Байдена, адвокаты подают апелляцию, что закон, что если ты наркоман, не можешь покупать оружие, как бы нарушает вторую поправку Конституции, право на имение оружия. То есть то, что папаша делает, это против того, что против своего сына. А сын делает против папаши. Но это не самое смешное, Мария. Самое смешное, что в Конгрессе у нас хотят протолкнуть и сильно протолкнуть. И Байден пользуется этим тоже. Он тоже за это. За то, чтобы человека, которого осудили и который идет в тюрьму, чтобы секрет-сервис, который его охраняет, он не имел права на это. То есть посадить Трампа, забрать у него его охрану, который он имеет, правда, до конца своей жизни, как президент. У нас бывших президентов не бывает, он все равно к нему обращается как президент. И там его будут охранять охранники. Ну и все говорят, но его убьют там в течение нескольких дней. То есть они хотят его убить таким образом. И все это понимают, и все об этом говорят, что если Трампа посадят хоть на какое-то за то, что он ничего... Ну, никто не может себе представить, как это возможно сделать, но такое ходит. То есть за те нарушения, или что признали его виновным, в суде за это не сажают, за это дают штраф или еще что-то такое. Но дело все в том, что теперь грозит посадить Хантера Байдена. И Хантер Байден сядет намного раньше, чем Трамп. И у Хантера Байдена получится... А у него же тоже охрана. Он сын президента. У него тоже президентская охрана, которая к нему приписана, секрет-сервис. То есть они же не могут сказать, что этот закон только на Трампа действует. Значит, он действует на всех, у кого это охрана есть. Значит, когда посадят Хантера Байдена, то у него тоже эта охрана придется... Она не сможет его охранять в тюрьме. А Хантера Байдена знает, кто он такой, и все в тюрьме, и, мол, я думаю, не будет очень здорово среди криминалов, когда его папаша такими вещами занимается. То есть теперь президент Байдена откатывает это, говорит, не-не-не, этот закон не должен пройти. Нет, я не поддерживаю. Он еще неделю тому назад это поддерживал, а сейчас не поддерживал. И он говорит, я горжусь своим сыном, мой сын ни в чем не надо. Уже признали, уже явно все, что он наркомат. Что 50 агентов ЦРУ, которые подписали, что этот компьютер, это вкид российский, КГБшный, теперь доказано, что нет, что он был так обдолбан, что он забыл, куда он дал этот компьютер. Они тебя признали, что нет, компьютер этот. То есть это такая коррупция, что это компьютер его, и вся эта криминальная записана на его компьютере. Но он наркоман. Так что это, конечно, смотришь на это, и я иногда просыпаюсь утром, я не могу поверить, что я в Америке, и я давал присягу всему этому. Это какой-то, ну, какой-то ужас. Но, правда, у Трампа опять, с каждым разом, когда они что-то пытаются делать, ему донаты, 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 и популярность у него повышается даже в Нью-Йорке, и в таких синих штатах, что они аж голубые, у него рейтинг идет вверх. И, конечно, это же всех всех пугает, особенно почему-то здесь, в Украине, они просто в панике все эти люди, в панике. Говорят, что Байден теперь решил вести переговоры односторонние с Хамасом, чтобы освободили американских граждан. Там, по-моему, четыре американских граждана еще в заложниках. Они также израильские граждане, и у нас так принято, что неважно, какой у тебя второй паспорт, второй гражданство, мы все равно считаем этих людей своими гражданами, и мы должны за них бороться. Единственное, что, почему через там почти что год, ну, 9 месяцев, я не знаю, сколько там, вдруг он решил вести эти переговоры, чтобы их освободили отдельно от всех остальных, только нас, американцев. Понятно, что это он делает не из-за гуманности, а из-за выборов. Он должен что-то к выборам принести. Он должен войну не в Украине, не в Израиле он остановить не может. А наоборот, они еще больше и больше разгораются, и Путин хорохорится, и уже вообще всех запугал, и все такое. Так он, видимо, решил в одностороннем вести. В штате Коннект четыре демократа, официальные лидеры демократической партии, которые занимались избирательной кампанией, были арестованы за фальсификации. Вот такие у нас демократы. Вот такие они за правду, за равенство. То есть у них это абсолютно... Ну, как советская власть. Если ты украл, и тебя не поймали, ты не виноват. Поэтому воруют все. Тут никаких там нету. Помните, такая странная пословица, кстати, «не поймам, не вор». Но в Советском Союзе это и было такое, что если ты воровал у власти, у государства, то ты, в принципе, ничего плохого-то и не делал. Наоборот, тобой гордились твои родственники. Вот с завода принес какую-то там гайку, молодец, еще что-то. Это было принято. Ты ничего плохого не делал, если ты был вором. Реально. Потому что государство воровало у тебя, а ты немножко воровал обратно. Вот и все. Все было по-честному. Но в нормальном, здоровом, конечно же, это неправильно. Ты не можешь так делать. Но вот у нас демократы, они советские. Они считают, что... Не, ну если они обманут республиканцев, если они обманут буржуинов, если они обманут этих фашистов, нацистов и украдут, то ничего страшного нет. Это нормально. Это хорошо даже. Шесть террористов ИГИЛа были арестованы в США. Америка, Альфорния, Пенсильвания, по-моему, Нью-Йорк. Они, конечно же, перешли через эту открытую границу. У них есть связь с ИГИЛом, но непонятно, откуда они. То ли они из Таджикистана, то ли из Узбекистана, то ли из России. Потому что, как я прочел, понимаете, у нас в английском языке нету россияне и русские. У нас одно слово «Russia». И даже советские, частенько они все равно пишут русские. То есть даже бывшие советские республики до сих пор их называют русскими. Даже там украинцев, грузинцев. В Америке мы ходим, и теперь раньше нам было все равно. Я вырос, меня называли русским, хотя русским я никогда не был, даже живя в России. Но в Америке я был русский. А сейчас никто не... Ну, все время поправляют. Мы не русские. Все открещиваются. Вот. Так что непонятно, кто эти люди, но говорят, что это связано с террористическим актом в Крокус-Сити. В этом, что были произведены, и что это было привязано к таджикским этим террористам. И вот это ИГИЛ, КА, этот регион, что вот эти люди так как-то привязаны. То есть директор ФБР все время предупреждал это. Только вопрос времени. Нас заплодили через эту границу разные террористы. Но вот этих поймали. Уверен, что все равно мы должны ожидать какой-то террористический акт, потому что невозможно поймать всех. госпожа Пелоси всплыло видео, где госпожа Пелоси признается на этом видео, что она прекрасно знала, что будет 6 января, и она предотвратила и не давала делать вот эти все вещи, которые должны были быть сделаны для безопасности. Сообщить и призвать нацгвардию увеличить полицию. То есть то, что ее просили специалисты, и она это все отрицала. Потом все это, если вы помните, сказали, что это Трамп сделал. Что это Трамп. И доказать было невозможно, что Трамп должен был сделать то-то, то-то. А он не сделал специально, потому что он хотел устроить мятеж, переворот, захват без оружия. Как можно захватить что-то без оружия, когда там стоят вооруженные полицейские? Но она специально не призвала. Как это всплыло? Вот надо быть очень осторожным. Потому что сегодня наши дети, например, мой сын, могут оказаться Павликами Морозовыми, не хотя того. Ее дочка делала про нее документальный фильм. Когда та ехала в машине и разговаривала, ее дочка снимала для этого документальный фильм. Конечно, эта съемка попала еще куда-то, потом еще куда-то, и передали в Конгресс. И на тебе вам. Потому что ее дочка ее, значит, спалила таким образом. Ну, что же, значит, надо быть аккуратнее. 21 век, все записывается, все видится. Ну, видите, у нее пока все-таки заложены поведенческие паттерны, я бы даже сказала, не из прошлого века, а, в общем-то, из прошлого тысячелетия. Поэтому ей было невдомек, что это не самое подходящее мгновение для подобной съемки. Опять же, тоже, наверное, она уже немножко... Знаете, когда люди у власти так долго, они теряют реальность, они в параллельном мире, они думают, что с ними ничего не случится, и все это нормально. Как Клинтон, когда она уничтожила все эти записи. Ничего ей не будет. Все, никто не услышит, никто не увидит. А если что, ты как сын Байдена, Хантер Байден, в отказах все, идите докажите. А вот Трапа не надо ничего доказывать. Мы так верим, что он плохой, что он криминал. Вот сейчас у нас выйдет еще запись про Дмитрия Гордона, где по ощущениям, все по ощущениям. Ощущение плохого человека, расстрелять. Потому что мои ощущения, они правильные, ваши не очень. А вот если у меня ощущения, они таковы, то это правильно. Расстрелять, этого наградить, по ощущениям. Фактов и все этого не нужно. Бой приводит нас к другому психозу в Америке. Я даже не понимаю, у меня это... Значит, три тинейджера. Три тинейджера на этих самокатах, на скутерах. И это штат Вашингтон, такой город Спокис или Спокинь, как так, видимо, небольшой городок, я не знаю, никогда не слышал про него. Там на переходе нарисовали флаг ЛГБТ. Ну, это, конечно же, производство, произведение искусства. Когда-то кто-то что-то там разлил на этот флаг, был большой скандал, перекрасили, они опять покрасили, это значит, во время перехода на дороге. Вот эти дети, ну, двое вообще несовершеннолетних, один совершеннолетний, они на скутерах стали там ехать, тормозить и оставлять черные эти дороги. То есть, это им вандализм приписали. Значит, все стенки у нас тут изукрашены всем разными неприличными словами и неприличными корнями. Ничего страшного, ни одного ребенка за это еще не наказали, не арестовали. Не то, что не арестовали, не наказали, даже потому, что это фридом, это свобода, экспрессия и так далее. А здесь их арестовали и им грозит 10 лет тюрьмы за это, за вандализм, потому что это флаг ЛГБТ. То есть, американский флаг, в который завернуты тела моих погибших товарищей, можно сжечь и это свобода слова. Это первая поправка к нашей Конституции. А флага ЛГБТ нельзя. И это не первый случай, что какой-то парень недавно, лет 5 тому назад, сжег флага ЛГБТ, как они жгут. Американский флаг, он сжег их флаг. Его тоже арестовали, тоже какой-то штраф ему влепили, не посадили, но был бы скандал. Ну, вот такие у нас вещи. Значит, что еще у нас происходит? У нас, я не знаю, мир как-то... Мне иногда кажется, что все сошли с ума, кроме сумасшедших. А сумасшедшие как раз нормальные. Можно я одну небольшую цитату озвучу для того, чтобы наши зрители поняли, насколько американская литература, как бы вам сказать, предвидела вот это время, в котором мы сегодня живем. параноик — это тот, кто немного разбирается в том, что происходит вокруг. А псих — это тот, кто только что окончательно во всем разобрался. Да-да-да, это точно. Это точно. Потому что иногда, может быть, ты не параноик, может быть, тебя правда все хотят убить. Это такое дело. так вот, Джан Феттерман, сенатор Джан Феттерман, которого был сильнейший инсульт, он немножко тогося. И он такой левый-левый. И он приходил в Сенат в толстовке, в шортах, в кедах. В конце концов, ему там делали штраф, что он не может в Сенат приходить в такой недостойной одежде. там есть дресс-код. Ну, там фыркался, фыркался, получил еще один инсульт. И вот сейчас он вернулся. После инсульта он вернулся таким трампистом. И, значит, у него берут интервью и спрашивают, как вы поменялись. Он говорит, а я вообще-то смерть видел. Он говорит, я уже умер два раза. И я понял, что вы все ку-ку. Вы здесь все съехали с этого. И они говорят, а почему вы говорите то, что все думают, но все ваши демократы, они боятся, они вот так политически... А вы стали таким совершенно оторванным от всего. Он говорит, потому что они все врут. Они врут все. Это все вранье, это все за счет людей. Говорит, а я уже два раза умер, поэтому я уже видел. А после 7 октября что стало в Израиле и что они говорят здесь, это вообще никуда не годится. Потому что там сидят заложники. Вы хотите остановить войну, пусть они отпустят заложников и все остановится. Поэтому Джан Феттерман. Так, и вот этот, он говорит, этот психоз, этот дебилизм, он говорит, я больше не могу просто терпеть. То есть мы все, я включаю, думали, что он полностью сумасшедший. И вообще как его могли избрать? А он оказался самый нормальный. Это они все сумасшедшие. Протесты перед Белым домом продолжаются за Хамас. то, что они там пишут, вот эти вот ЛГБТ за Хамас, это, конечно, их есть картинки, где написаны, я не могу это говорить в эфире, эти слова, но это просто какой-то психи, реально, больные люди там собрались, и они, значит, это такую, ну, что Белый дом сделал? Они построили стенку вокруг Белого дома от этих вот таких демонстратов, которые жгут, кидают, очень агрессивные, значит, трех-трех пацанов, которые просто так катались, они вандализмом занимаются, а вот этот вот БЛМ, Антиф, ЛГБТ, которые жгут, крошат и убивают, это нет, это свобода, это они так резвятся, дети, когда они сказали, это такая лето любви, это они так резвятся, когда в шестнадцатом, в двадцатом году это у нас происходило на улицах Америки, когда мы все ходили в вооруженные и защищали свои дома от них. Вот так, поэтому Байден, вот там стенки на границе нету, она не нужна, а вокруг Белого дома против своих, против граждан Соединенных Штатов Америки, она нужна. Вот так у нас работает, значит, сегодня система. А вот в Нью-Джерси, тоже у нас шли праймарии выборы в демократической партии. И тоже там выиграл такой Дональд Пейн, Джуниор. Ничего страшного, что он еще три месяца тому назад умер, он выиграл. Вот у нас, если это в демократической партии, то такие мертвые души, но это не важно, он выиграл, он будет у нас. И я уверен, что он сейчас выиграет в выборах против живого республиканца. Ну и также мы праздновали в этот день Ди-Дэй, так называется, когда на пляжах Омаха высадились, десант во время Второй мировой войны, и это был поворот Второй мировой войны, и это уже тогда было все понятно, что немцы и нацизм проиграл. Там союзников Нормандии. Нормандии, да, и там каждый год идут празднования, а в круглые даты 75 лет было празднование, и тогда на 75 лет туда приехал президент Трамп, и его обвинили, что он сказал, когда он пришел на это кладбище, и вот Трамп стоит, и фотография есть, он говорит, и он говорит, но опять пишется, нигде записи нет, пишет, Трамп сказал, да они все идиоты, что они сюда пришли воевать за них. И вот тогда на него был большой налет, что он такая сволочь, какая мерзость, какая то, какой сел. Ну, нигде это, он говорит, не говорил я этого, люди, которые с ним рядом стояли, даже демократы, даже, ну, там, гости все эти, они говорят, нет, никто не слышал, чтобы он такого сказал. Но это уже не важно, уже напечатали в Нью-Йорк Таймс в вашем, пост, все, сказал. Тут ничего не поделаешь. Так вот, во время этого есть запись, опять же, не отключен микрофон, где Байден говорит Макрону, я должен первый отсюда уйти, потому что я мешаю людям. И что-то еще, какую-то билиберду. Потом он там пытается сесть на стул, все видели эти кадры, и потом его уводят, правда, первого, когда Макрон остается и жмет руки вот этим ветеранам, которым тоже там по сто лет. Байдену, Байдену уводит, он уходит. И вот это сравнение. Но тут никто ничего такого плохого не говорил, все нормально, нет, тут скандала никакого нет. Но есть скандал с госпожой Клинтон, потому что она у себя в Твиттере или в каком-то имейле, или в Фейсбуке, или в Твиттере, я сейчас не помню, написала, что вот 6 ноября высадились наши солдаты и погибли здесь, а нам все, что надо сделать, это мы должны тоже совершить подвиг и пойти 6 ноября проголосовать в этом году. Но высадились, мы не 6 ноября, мы высадились 6 июня. то есть она даже не знает какую дату, она все приписывает политике, что надо идти голосовать. И как бы теперь ветераны, многие военные возмущаются, что она сравнила высадку в Нормандии с голосованием 6 ноября. То есть все политизировать, даже такие вещи, такой подвиг, который был совершен. Опять же, это были 18-19-20-летние мальчишки, которых там просто покосили и все равно все видели фильм «Спасение рядового Райана». Кстати, этот фильм больше всего ненавидит Путин. Этот фильм, который он просто ненавидит. Такие новые фильмы обязательно посмотрите, это вообще интересно, как это планировалось, как это менялось в последнюю минуту, как были разные маневры, отвлекающиеся там для немцев. Потому что это было самое форцифицированная часть Берега. И немцы ожидали, что ударят в другие места, где не такая тяжелая форцификация. И были отвлекающие маневры, что сейчас там-танского не надо было очень быстро собраться на этом месте и атаковать. Это было очень логистически сложное, гениальное, гениальное. Когда адмирал Неметс стоит на корабле, и он понимает, как он их должен все собрать в одноместное, и они быстро должны пойти. Но это вы можете посмотреть документальных фильмов. Но если когда-нибудь вы окажетесь в моем родном городе Филадельфия, там есть туры, они делают. На таких лодках называются дакс. Это такие десантные амфибии, десантные лодки, которые называются утки. Потом на них они также идут в воду, немножко по воде, по Филадельфии возвращаются и показывают вам. Так вот эти дакси это настоящие десантные лодки с этой атаки, с этой битвы, которые выходили на Омаха бить. Почему эти лодки? Потому что они остались целыми. А что произошло? Произошло то, что их было не так много, и их тоже пустили, но эти лодки оказались негодные к этому. И они отстали, они отставали от массового, это же должно было быть массово идти. И вот эти десантные, где вы видите, где высаживаются, где откидываются вперёд, и они солдат выбирают, их там всех косят, то у этих не так было, это надо было через борт вылезать, но они были медленные. И вот эти солдаты, которые попали на эти лодки, они не хотели попадать на эти лодки, потому что надо было вылезать и больше шансов что тебя убьют, или ты упадёшь в воду и утонешь, потому что на тебе так много всего. А оказалось, что большинство из них выжило, потому что они стали. Вот так ты никогда не знаешь, что Бог тебе задумал и почему. Никто не продумал, что эти лодки намного медленнее идут, чем все остальные. Ну вот, оказывается, нас 11300 академических публикаций отозваны, включая 19 медицинских научных журналов за фальсификацией научных исследований. Но нигде я не мог найти, за какие фальсификации, за какие научные медицинские исследования. Я подозреваю, что это не имеет отношения к Фиагре или ещё каким-то. Я думаю, что это к чему-то другому относится, что у нас недавно было, где весь мир был парализован. Как бы это не касалось какой-то уймы разных, разнообразных и одинаково неэффективных, даже не знаю, какое слово подобрать, ну так, скажем, тихонько акции. Я не слышал. Я этого не говорил. И думал, что вы знали, я этого не говорил. А я вообще не знаю, кто услышал. Я это даже произвели не могу. Я даже не знаю, о чем вы говорите. В общем, да. если мы все разреваем, пока что я не видел публикации, где написано, какие точно фальсификации. И о чем, ну извините, 11 тысяч 300 академических публикации. То есть люди получили деньги за это. Это научные исследования, они получили гранты. Я не понимаю. И кто-то позволяет себе смеяться над светлой инквизицией, понимаете? По-моему, они были честнее, потому что они хотя бы придумывали обвинения, вообще там был какой-то порядок. перед сжиганием на костре? Ну, было понятно почему, потому что все имущество уходило инквизиции. Все имущество тех, кого они обвиняли, уходило им. Поэтому, я понимаю, а здесь как? Мотив какой, да, зачем? 19 журналов. Это же журналы там не плейбой, не какие-то журналы, которые... Это 11 научных журналов. Сколько научных журналов вы знаете, вы можете мне назвать? Я могу назвать два. и кто это из моей далекой памяти? Что, Science еще у детских журналов? Нет, American Pharmaceutical журналов, где писались вот эти научные работы, где ты должен был читать их, потом заполнять формочку, отправлять, и тебе давали, мол, твоя лицензия, если было столько точков набрать, и твою лицензию значит отправляли, обновляли таким образом. То есть вы засвидетельствовали, что вы тоже прочитали все вот это вот? Все это беременна, я как раз не знаю, потому что моя лицензия, она как бы закончилась сразу. И я никогда этого не делал, и я никогда ее не обновлял. То есть я право заниматься фармакологией, фармацевтическими не имею. лицензия у меня есть, но она недействительная, она недействующая. И когда я закончил свою службу через 30 лет, я заполнил анкету и послал в ассоциацию, чтобы мне обновить, чтобы я мог опять практиковать фармацевтиру. Они мне написали, что это беспрецедентно, они никогда, такого не было случая, чтобы человек получил эту лицензию и никогда ее не обновил, то есть никогда этим не занимался. И я им написал, а какая мне разница, я что, в тюрьме сидел, что ли? Я служил нашей стране. Они написали обратно, мы вас благодарим за ваш сервис, мы проверили все, да, вы служили очень честно, все хорошо, но вы нам должны 900 с чем-то каких-то continuing education credits, то есть мне три года надо все эти журналы заполнять эти анкетки и отправлять. Я предлагаю вам прямо сейчас немедленно подать еще одну такую заявку и сказать, что вы начитались эти 11 тысяч исследований и вы потратили на это время, оказывается это все вранье. В пейке, да, теперь я знаю всю неправду. Зачем вы заставили меня это все считать? Ну короче мне не обновили мою лицензию и вот такие также прошло интересное очень интервью с доктор Фил, где доктор Фил это тоже у нас такой известный журналист с президентом Трампом и он ему задавал очень-таки жесткие вопросы доктор Фил у нас такой человек интересный и выставили у меня на канале но его сразу же сняли и не дали пройти на ютубе серьезно? Да потому что Трамп выглядит там как благородный человек Я вам хочу сказать Гарри это интервью мне понравилось за последние годы больше других Мне тоже это интервью понравилось больше всех глубокое проникновенное искреннее какое-то очень объемное такое интервью которое позволяет действительно увидеть настоящие переживания много мыслей стратегию очень такое знаете и теплое и откровенное интервью я конечно всем рекомендую потому что оно в конце концов есть с субтитрами просто найти его и посмотреть может быть вы сделаете ссылку на это то что мне понравилось в этом интервью что он себя там вел и говорил ну вот то что я могу оценивать я вел там как офицер то есть доктор Филова спросил тогда вы станете президентом вы будете преследовать вот людей сделали столько много вреда нанесли вам вашей семье вашим детям вы будете мстить им отомстить им за это за все и он сказал нет я это делать не буду я это и не сделал с Клентон да он говорит я это и не сделал с Клентон почему потому что это должно остановиться разрушить нашу страну в конце концов это начнется с введения счетов и мы знаем некоторых блогеров которые не могут остановиться они продолжают это не могут никак не могут люди не могут он говорит надо остановиться пусть оно конечно если там какие-то серьезные нарушения если там какие-то что действует Если это против меня были действия, лично против меня нет, я не буду этим заниматься, точно так же, как я не занимаюсь, потому что я себе ещё тогда с Клинтоном сказал, надо ли мне надавить, почему нету расследования в этом. Потом я решил, нет, это будет, нанесёт вред нашей стране. И я всегда тоже говорил, когда все радовались, о, импичмент, ему импичмент, я говорю, вы понимаете, что импичменты наши отцы-основатели и сделали, так что импичмент очень сложно сделать, это редко в нашей стране, когда было, а тут каждый день импичмент, это наносит вред и раскол нашей стране в первую очередь, не этому президенту, этому индивидууму, или его компании, или его политической группе, это вся страна будет страдать из-за этого. Гарк, вы понимаете, дело в том, что есть такое библейское выражение по поводу того, стоит или не стоит, или вообще, что не следует метать бисер перед свиньями. Вот, к большому сожалению, он проявил действительно великодушие, это уже история, он действительно совсем не мелочился, не придирался, простил, вот не стал действительно преследовать Клинтон. И он как раз говорит о том, что сам он столкнулся ровно с противоположным отношением, поэтому, к большому сожалению, они, конечно, наверное, этого великодушия были недостойны. Но, как ни крути, ещё раз всем хочу посоветовать, порекомендовать, посмотреть этот интервью, мне понравилось очень. Это да, это благородно, то есть он не ведёт себя так, не опускается до их уровня. А вообще-то, опять же, я сравниваю это с тем, когда, знаете, когда ты там в училище военном, и ты всё время с одними и теми же людьми там, ну, или как у вас в театре, когда ты проводишь там много времени с ними, не все тебе нравятся, не все друг с другом дружат. Есть те, с которыми ты близок, есть те, которые ты недолюбливаешь, есть те, которые тебя недолюбливают, и каждый тоже пучкуется там своими компаниями. Но когда там на танцплощадке кто-то придрался даже к тому, кому ты, но он из твоей роты, все собираются вместе, и все, значит, мы все одна команда. Даже среди нас, чем мы занимаемся, в нашей команде, мы тоже не все единомышленники, у нас есть разницы, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то, кому больше нравится, кто-то меньше, но всё равно, если на кого-то, на нас, атакуют мы все, значит, говорим, нет, отходи. То же самое и он говорит, нет, это будет плохо для моей команды, это будет плохо для моей страны. И даже если есть люди здесь, которых мне не нравится, с которыми я не вижу все остальное, я всё равно буду их защищать. И это, конечно же, объединяет страны. Хорошие новости, ну, помимо израильских хороших новостей с... Освобождением заложников. Заложников. Это то, что наш Госдеп после скоро три года, два с половиной года войны, наш Госдеп решил снять запрет на использование американского оружия Азову. Полковозова. Почему вообще этот запрет был? Мне даже не хочется, вот знаете, нырять сейчас во всю эту историю, потому что, конечно, это не просто несправедливо, это ещё и контрпродуктивно. Это абсурдно совершенно. Абсурдно. Это то же самое, когда они хотят внести санкции против бригады Ягуда в Израиле. Госдеп какой-то причине запретил, чуть ли не сделал из азовцев националистическую фашистскую какую-то организацию, ну, теперь они что-то провели, и вот теперь может Азов вывать с американским оружием. Хотя они воевали неплохо и без этого. Но думаю, что им будет чуть-чуть полегче, надеюсь. Слава Богу. Я думаю, что это, конечно, диверсии были изнутри наших доброжелателей Украины, такие как полковник Макгрегор Дэвис и вот такой бывший майор морской пехоты Скат Риттер, о котором мы уже говорили. Что еще из хороших новостей? Это то, что я сегодня посмотрел, я не знаю, как правильно назвать этот канал, потому что написано латинскими буквами, а, наверное, захотят, чтобы звучало как захид.нет, потому что это, получается, за «ксид». «Захиднет». «З-А-Х-И-Д». «Захид» — это по-украински «запад». «Запад». А, ну, потому что они «экс» поставили, получается, как русское «экс», или, ну, в латинском фоне, ну, неважно. И там выступал чемпион мира по шахматам. Как сказал учили Ботвинник, только чемпион мира по шахматам. Но он думал, что он чемпион мира, а он только чемпион мира по шахматам — Гарри Каспаров. И Гарри Каспаров там, по большому счету, трампист. Все, уже Байден — это, конечно, вражина, и все, и санкций из ада нет, и ничего он не сделал, и, в общем, он больной, старый. Ну, и Трамп уже не так плохо, конечно, могло быть лучше, но тоже, может быть, не так плохо, как вообще-то, хотя, конечно, ему не нравится. Но он не понимает, что нравится, нравится. Кто просит Гарри Каспарова жениться на Трампе? Я не понимаю. Кажется, нравится, не нравится. По делам судить надо, а не по ощущениям, как говорит Дмитрий Гордон, что в скором выйдет и про эта программа. И мы посмотрим. И вот он там дал такое выступление. Канал большой, больше миллиона подписчиков, уже было 175 или 180 тысяч просмотров по этому. Но уже Гарри Каспаров там совершенно поет другую песню. Я считаю, что еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и он уже позовет Андрея Николаевича Иларионова обратно в эту там «Свободная Россия», или как они там называют, свою эту партию, из которой Андрея Николаевича изгнали. Ну, такая свобода слова, свобода мышления, уважения к человеческой мысли. Такие демократы за то, что он сравнил мятеж или захват Капитолия 6 января к поджогу Рейхстага. И за это, как вы говорите, инквизиция такая. Вот я думаю, что святая инквизиция теперь поменялась немножко, и, может быть, уже она позовет. Я надеюсь, что Андрей Николаевич не вернется в это стадо, останется в нашей стае. Поэтому, ну, уже было даже смешно смотреть, как с серьезным лицом они все вдруг начали говорить. Самое интересное, что мне понравилось, что господин Каспаров говорил, он говорит, так я давно это говорил, я всегда это говорил, я первый это говорил. Правда, тогда он выглядел как две капли воды, как Иларионов, когда он тогда это говорил, первый. И вот они теперь абсолютно без какого-то сознания, без какого-то чувства вины, чувства, ну, извините, я ошибся, я не так. Я вот сначала думал, что Феттерман – идиот, и реально диагноз стоит, что он левый, сумасшедший. Оказалось, что нет, ну, я не прав, иногда такое бывает. Но никогда эти люди не признают, что они, может быть, ошиблись. Ну, нет, теперь он. Он всегда говорил, что Байден не годится. Это вообще просто ужас, кошмар, что он кинет Украину, так предаст. Ой, ну, Мария, у меня все. Гарри, поскольку вы торопитесь, я не буду задавать никаких больше дополнительных каперзных или еще каких-нибудь неожиданных вопросов. Я считаю, что вы полностью, полностью все пробелы и проплешины в знаниях ликвидировали. Теперь мы наверстали, все, что произошло за неделю, наши зрители знают. Они, по-моему, прекрасно покатались вместе со мной на американских горках, вернее, вместе с нами. И поэтому я завершаю нашу программу. Я только хочу, я добавлю одну вещь, что на этой неделе также Макрон сообщил, что он, может быть, даст самолеты «Мираж» Украине. Но я хочу заметить, что это «Мираж». «Мираж». Ну, хороший самолет, но все равно «Мираж». Так что не надо так сильно радоваться. Это «Мираж». «Мираж», потому что непонятно, когда бы это можно было бы осуществить по срокам, в каком количестве эти самолеты могли бы быть переданы, и когда, в конце концов, действительно они бы могли именно присутствовать уже и помогать. Давайте уже получим F-16. Напомню, что теперь у нас другая проблема. Оказывается, недостаточно натренировано летчиков. Но когда мы пытались в демократической партии, если вы помните, в республиканской партии, если вы помните, протолкнуть закон об обучении украинских летчиков на F-16 еще в 2022 году, на это вето наложил Байден. Он сказал, что F-16 в Украине не нужны. Я еще бы хотела напомнить, что ваши сослуживцы, ветераны были готовы в принципе, обученные готовые пилоты, приехать и даже на волонтерских началах помочь Украине, то есть сесть за штурвал этого прекрасного самолета и помочь Украине получить превосходство в воздухе. Эрик Прайс сказал, что у него даже были самолеты для этого. Просто ему нужно получить было разрешение. Никому ничего бы это не стоило. Давайте, очень хорошо, что в конце программы, потому что напоминается последняя всегда, давайте акцентируем наше внимание на том, что буквально все эти годы, и особенно начиная с зимы, утверждалось, что буквально в начале лета, в июне, максимум в июле первые самолеты, первые 24, там 26, было речь об этом, уже будут в Украине. Давайте, так сказать, бдительность не терять, и пускай вся общественность контролирует этот вопрос. Правда? Да. Замечательно. Продолжать не давать спуску этому, потому что это обещают, обещают. Теперь сначала он посылал солдат в Украину, теперь он посылает «Мираж». Эти вот каждые вкиды, которым украинцы так радуются, и вот-вот-вот, и вот-вот-вот, но это деморализирует, я считаю, Васяка, таким образом. Не обращайте на это внимания. Продолжаем дожимать, чтобы F-16, которые были обещаны, которые уже оплачены, которые уже есть, и чтобы они были здесь, и чтобы они начали работать. И никаких отговорок летчиков не хватает, того не хватает, этого не хватает. Теперь проснулись, теперь этого не хватает, потом еще чего-то будет не хватать. Поэтому тримаемос три разум до перемоги, слава Украине, героям слава, и Азову слава, чтобы освободили азовцев. Это тоже очень важно, и это надо постоянно, постоянно говорить. Спасибо большое, Гарри, до встречи ровно через неделю. Есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова